Начинаем обсуждать квадратичные формы над полем. Ну, давайте, поле будет, конечно, в характеристики не 2. Для того, чтобы делить на двойку, можно было без проблем. И мы хотим узнать, что такое группа Гартендика, группа Витта, и в процессе этого, что такое совершенно замечательная теорема Витта. Она очень простая, но очень проясняет представление о том, что такое квадратичная форма. Ну, во-первых, чтобы задать квадратичную форму или то же самое билинейную форму, мы сейчас интересуемся только симметричными. Нужно задать матрицу. Вот есть некоторая матрица, симметричная относительно диагонали, то есть А и житая равно А житая для любых И и Ж. Ее мы называем невырожденной, если определитель этой матрицы не ноль. Что такое квадратичная форма, заданная этой матрицей? Очень просто. Нужно написать матрицу, вектор столбец и вектор строчку. И отдел перемножить. Легко понять, что у нас получится такая сумма. Для того, чтобы самому написать, нарисовать матрицу, скажем так, 3 на 3 или 2 на 2, и ей действительно множиться. Так вот, сумма, наверное, берется по всем и ежи под единицей доля. Вот это и есть интересующая нас квадратичная форма на первом отрассказке. Если нас интересует не от ВВ, а от двух векторов, от УВ, то, понятно, формула выглядит вот так. Надо взять у трансформированное А умножить на В. Вот есть простая формула. У плюс В в квадрате минус У минус В в квадрате. Это 4 УВ. Она равна не только для чисел, но и для векторов. И что она означает? Знание функции, когда аргументы – это одинаковые векторы, достаточно для того, чтобы знать ее, когда здесь стоят разные векторы. То есть, если мы знаем все о величине Фи от ВВ, то мы все знаем и про величину от УВ для любых векторов. В частности, если у нас хоть где-нибудь вот такая величина Фи от УВ не равна нулю, то обязательно из этих чисел хотя бы одному обменяем. Да. Хорошо. Теперь, что такое замен перемен. Представьте себе, что у нас есть какое-то взаимодозначное преобразование, линейное векторного пространства, которое задано на той формуле. Есть некоторая невыроженная матрица В, то есть, определить не только. И каждый вектор вычисляем вот так. Берем вектор, умножаем его на матрицу и получаем основной вектор. Тогда вы прекрасно понимаете, что верна вот такая формула. просто потому, что при транспонировании надо менять местами множители. И, замерите, матрица А заменилась на матрицу В-транспонированная А от В. Поскольку определитель матрицы, являющийся произведением вот этих, это произведение, и определитель транспонированной матрицы равен — бета-транспонированная и b имеет один и тот же определитель. Но, на самом деле, определитель матрицы А заменился на определитель А умножить до квадрата. Таким образом, с точностью до квадрата определитель известен самим векторным пространствам. Теперь две очень несложные, но важные теоремы. Если определитель матрицы А не ноль, то для любого подпространства ортогональное дополнение к ортогональному дополнению – это само это пространство. И если у нас есть, между прочим, в данном случае уже не важно, фи на всем пространстве вырожденное или нет, важно, что есть подпространство, на котором ограничение фи является неврожденным, то в таком случае все большое пространство У – это и есть прямая сумма В и ортогонального дополнения. Давайте доказывать. Наверное, это доказать совсем просто. Смотрите, что такое ортогональное дополнение по определению? Это множество всех векторов. Ортогональным дополнением называют множество всех векторов, для которых фи на В равно нулю для любого вектора В. Но смотрите, если у нас пространство В есть некая разночность, то можно взять его базис – В1, В2 и так далее, Вn. И во что же тогда превратятся вот эти условия? Фи от УВ1, Фи от УВ2 и так далее. Фи от УВ1 – это N условия, но матрица у нас неврожденная в этой теореме. Мы же доказываем первую теорему, когда у нас Фи неврожденная на всем большом пространстве. Это значит, что это N независимых управлений. Значит, размерность вот этого пространства – это и есть размерность всего большого пространства минус N. Замечательно. А теперь давайте посмотрим на дополнение к дополнению. Мы уже знаем, есть пространство дополнения к В. И берем к нему дополнение. Во-первых, понятно, что любой вектор из В обязательно будет содержаться. Почему? Потому что все векторы вот отсюда обладают вот этим свойством, что УВ – 0 для любого вектора. Ну и значит, если вы берете любой вектор отсюда и смотрите, какие есть ортогональные к нему, то все векторы из этого добавят. Значит, такое условие есть. Но! Размерность вот этого пространства мы посчитали. Это размер небольшого всего пространства минус N. Значит, поскольку мы могли вот в этих вычислениях вместо В взять ортогональное дополнение к нему, мы знаем, что размерность дополнения к дополнению получается так. Надо из размерности У вычесть размерность ортогонального дополнения В. То есть, надо из размерности У вычесть размерность У минус N. Это понятно, я думаю. Значит, у нас вот это пространство имеет размерность N. Это пространство имеет размерность N. И при этом это пространство его содержит. Значит, они равны. Теперь займемся второй теоремой. Если ограничение на некоторое подпространство дает невырожденную форму, то все большое пространство является прямой суммой В и перпендикулярного к нему. Это совсем просто. Во-первых, может ли пересечение В и В перпендикулярного иметь хотя бы какой-нибудь ненулевой вектор? Конечно, нет. Потому что этот вектор был бы перпендикулярен всем векторам из В. И таким образом у нас форма была бы вырожденной. У невырожденной формы не может быть вектора, перпендикулярного всем векторам. Ненулевого вектора, перпендикулярного всем векторам из В. Хорошо. Теперь все очень просто. Берем произвольный базис В1 и так далее военное в пространстве В. И смотрим, что значит дополнение, что значит перпендикуляр к В. Что такое В перпендикулярное? Нас интересуют все векторы. И здесь В и так далее военное. Это базис пространства В. То есть они линейные независимые и порождают пространство В. Так смотрите. Это Н линейных параметров. Они независимы. Потому что если можно было бы с какими-то коэффициентами их взять и получилось бы 0 и 0, то с этими коэффициентами мы получили бы вектор В, который перпендикулярный всем в пространстве, а таких независимых векторов не было. Значит, размерность пространства В перпендикулярная – это и есть размерность всего пространства минус n. Но, поскольку мы уже знаем, что пересечение В и В перпендикулярного – это просто ноль, и сумма размерности и равна размерности пространства, значит, все мы доказали. Между прочим, из этой теоремы есть мгновенное замечательное следствие. Если нам дали любую, необязательно даже не вырожденную, а Фи, то ее можно привести к диагональному виду. Как? Ну, если на всех векторах она равна нулю, то все, уже, собственно, 0 – это диагональный вид. Если же есть какой-нибудь вектор, на котором Фи не равен, то вы рассматриваете векторное пространство, порожденное вектором В1. На нем, ограничение на него – это невырожденная форма. Значит, можно применять вот эту нашу теоремику. И пространство превращается в прямую сумму перпендикуляра и парадонного вектором В1. Все. Таким образом, мы сделали то, что обычно в школе называется выделение полного квадрата. Какую бы хитрую нам не дали квадратичную форму, на самом деле в соответствующих координатах ее можно записать в диагональном виде. Соответственно, нас теперь интересуют формы такого вида А1 х1 в квадрате, то есть так далее, то есть А1 х1 в квадрате. Где х1 тогда х1 – это координат в некотором базе нашего векторного пространства. Невырожденная – это значит, что все коэффициенты не нули. Вырожденная – значит, хотя бы один из коэффициентов – нули. А теперь очень важная теорема. Представьте себе, что одна и та же форма. В двух разных системах координат задана где-то там А1 и так далее АН, а где-то В1 и так далее ВН. Оказывается, можно перейти от одного базиса к другому так, что все время при каждом шаге форма будет сохранять диагональный вид. То есть никаких там х1, х2, никаких таких произведений не будет. На каждом шаге мы переходим от диагональный к диагональный. Но при этом каждый раз мы будем менять, может быть, один коэффициент, может быть, два, но не больше. То есть не потребуется никаких хитрых движений, которые сразу захватывают, скажем, трехмерное или четырехмерное или какое-то там пространство. Можно ограничиться шагами, каждый из которых выполняется в двумерном пространстве. То есть берем, скажем, первую и восьмую координату. Все остальные не меняются, а за один шаг какое-то преобразование в первый-восьмой. Потом берем какие-то другие и так далее, и так далее, и так далее. Это очень несложная, но очень важная теорема. Потом мы будем определять, например, инвариант Миндовского Хассе. Мы его будем определять следующим образом. Будем брать какие-то символы Гильберта и перевнажать их. Вот мы берем вот такой вот вид произведения по имени Шижи. Так вот, мы потом будем доказывать, что это произведение равно вот такому произведению ВИТВЖП. И чтобы это доказать, один из естественных способов состоит в следующем. Каждый раз, разложить на шаги, чтобы каждый раз происходило только в двумерном. А для двумерных это уже достаточно просто. Пописывается формула, и там действительно все очевидно. Так что это очень полезная теорема. Давайте ее сейчас докажем. Пусть ВИТВЖП и У1ВДВН это нормальные базисы. То есть ФИАТ ВИТВЖТ и равно нулю при и не равно ж. То же самое ФИАТ ВИТВЖТ и равно нулю при и не равно ж. Нормальные базисы. Форма невырожденная. То есть на каждом из этих векторов В1ВДВН и В1ВДВН она не равна нулю. Докажем, что можно перейти от одного базиса к другому. В цепочке преобразований, где каждый раз переходим от нормального базиса к нормальному. Но при этом работаем только в двумерной плоскости. Это очень несложно. Пусть у нас УВ1 как-то выражен через вектора В1ВДВВН. Давайте посмотрим первый случай. Если в этом выражении участвует только один вектор. Ну, собственно, тогда даже плоскость не потребуется. Достаточно прямой. Потому что у нас вот эти все векторы перпетикулярны к В1 и эти тоже будут перпетикулярны к ниже. И нам все, что нужно будет, это изменить в А1 раз вектор. В случае, когда С равно 2 уже сложнее и, по сути, мы сейчас почти всю теорию не докажем, когда его будем рассматривать. Вот представьте себе, что у нас есть вектор УВ1, состоящий из А1В1 плюс А2В2. Тогда, разумеется, фи от УВ1 это не нужно. Будем искать такие числа Б1В2, что У1 перпетикулярный вектор Б1В1 плюс Б2В2. Ну и ищем. Фи от А1В1 плюс А2В2 вычисляется, естественно, под такую формулю, потому что фи от В1В2 это 0. И в качестве чисел В1 и В2 можно взять вот такие числа. Тогда, естественно, сумма будет 1 на 0. Значит, мы можем от вектора В1 и вектора В2 перейти к векторам У1 и В1В1 плюс В2В2. Правда, вопрос. Они, конечно, у нас не нулевые, но вдруг вот этот вот вектор параллелем этому. И дело в том, что мы можем вычислить фи от У1. Это будет А1 в квадрате фи от В1 плюс А2 в квадрате фи от В2. И это будет минус А1В2 плюс А2В1. Если бы вектор, заданный числами А1А2, был бы параллелем вектору, заданным числами В1В2, то в таком случае это был бы 0. А у нас значение фи от У1 это не 0. Отлично. В случае С равно 2 разобрал. И на самом деле не только случай С равно 2. Смотрите, все, что нам здесь по-настоящему требовалось, это отличие от нуля вот этого числа. Значит, если С равно 3 или больше, то мы можем делать такую штуку. Брать какие-то пары, например, 1,2 или 1,3 или 2,3. И каждый раз смотреть, а 0 или не 0. И если не 0, фи от соответствующего эффекта. Например, фи от А1В1 плюс А2В2. Если не 0, то эта конструкция срабатывает и она уменьшает величину С на единицу. То есть, в каком случае у нас не получится? Если А1 в квадрате фи от В1 плюс А2 в квадрате фи от В2, это будет 0. А еще то же самое будет, когда мы здесь вместо двойки напишем тройку. А еще тот же самый 0 будет, когда мы здесь вместо единицы напишем двойку. А теперь смотрите, что у нас получилось. У нас есть три числа, а именно вот это вот число. А1 в квадрате фи от В1, вот это и вот это. Сумма любых двух из которых – это 0. Но известно, что если у нас есть три числа, сумма любых двух из них – 0, то на самом деле сумма всех трех – 0. Ну почему? Сложим и разделим на 2, получим, что сумма всех трех – 0. И после этого все уже очевидно. Вот. Ну а эти числа не может равняться 0, потому что у нас А1 не 0, и фи от В1 тоже не 0. Таким образом мы доказали вот эту замечательную лему. Она, конечно, техническая, но она позволяет не размышлять о больших размерностях, когда мы имеем дело с нормальными базисами. Любой переход от одного нормального базиса к другому можно сделать цепочкой двумерных переходов.